Добрый вечер, дорогие коллеги! Сегодня, наконец, свершилось то, о чем мы думали очень долго. Мы очень долго к этому готовились, а может быть, даже не готовились совсем, потому что это практически экспромт, но случилось чудо, и мы вместе здесь с Валентином Викторовичем Фадеевым, член-корреспондент Академии наук, профессор-заведующий кафедрой эндокринологии Первого Меда, и мы с ним сегодня просто создаем практически кардиоэндокринологию. Причем интересно, кардиоэндокринология звучит, а если скажешь эндокардиология, может сложиться, что это наука об эндокарте? Нет, это лучше так, как оно благозвучно, кардиоэндокринология. Но на самом деле, что здесь важнее всего, я даже не знаю, на самом деле, скорее всего, предметом является сердце, а, как говорится, некими этиологическими факторами эндокринологии, поэтому сложно разделить эти вещи. Но, тем не менее, прогноз определяет, видимо, все-таки, ну, это универсально, да, прогноз эндокринных заболеваний, хронических эндокринных заболеваний практически всегда определяется сердечно-сосудистой патологией. Даже если это акромегалия, да, даже если это вот эти вот, как бы, картинки из атласа эндокринологии, и в этом случае, опять же, прогноз определяется не какими-то, как говорится, да, изменениями, а именно сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, видимо, сердце это такая, такой чувствительный, да, орган. Конечно, чувствительный, чувствительный орган. И, наверное, именно поэтому кардиологи, как можно заметить, последние годы медленно-медленно, но очень верно тянут на себя одеяло, большое такое одеяло под названием сахарный диабет. И уже четвертая инкарнация клинических рекомендаций по кардиоэндокринологии, по кардиодиабетологии была представлена на минувшем конгрессе, Европейском конгрессе кардиологов. Вчера на Первом МедТВ, когда я представлял новости конгресса, я представил и этот документ очень коротко, но совершенно не ожидал, что вот уже сегодня мы в другой студии с Валентином Викторовичем поговорим более подробно об этом документе. И мне, конечно, очень интересно мнение эндокринолога все-таки по поводу того документа, который был подготовлен для кардиологов. Итак, клинические рекомендации по лечению сердечно-сосудистых заболеваний, хотя на самом деле сахарного диабета у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну нет, ну если читать дословно, то у пациентов с диабетом. У пациентов с диабетом, но при этом речь-то там идет в основном о лечении. Ну это сейчас будет бесконечная философия, потому что диабет это сердечно-сосудистые заболеваний и так далее. То есть вы признаете, что диабета... Ну, вы понимаете, дело в том, что если говорить про болезнь, болезнь это ведь что, грубо, если мы, как вы любите говорить, что мы, как говорится, мы люди практичные, по сути болезнь это то, что делает человека инвалидом, либо то, что убивает, фактически. При сахарном диабете даже если это, понимаете, даже если это диабетическая нефропатия, то пациент умирает даже при почечной недостаточности вследствие диабета, он умирает в основном от сердечно-сосудистой патологии. То есть как бы рано или поздно болезнь в истинном смысле слова, как причина смерти, причина, самая частая причина инвалидизации, это по сути дела, это сердечно-сосудистая патология. А диабет пер се, да, вот пер се, что это сахар в крови, это биохимический параметр, это суррогатный какой-то показатель, да, поэтому я тут не собираюсь, собственно говоря, так уж за это одеяло хвататься сильно, потому что я хочу сказать, что новая эра в диабетологии, то есть 21 век, это по сути дела, этот переворот сделали на самом деле кардиологи, потому что именно на опыте кардиологии, доказательной кардиологии, доказательная медицина начиналась именно с нее, вообще в принципе изменилось наше отношение к сахарному диабету, как таковому, поэтому здесь это не то одеяло, за которое я буду так уж сильно, Антон Владимирович, хвататься. Тем более пациентов с сахарным диабетом на планете очень много, особенно в России, эндокринологов очень мало, потому что вы же мне, по-моему, говорили, что где-то около трех с половиной, четырех тысяч в Российской Федерации, да, действительно. Российской Федерации, да. Ну, эндокринологи, конечно, это люди, которые владеют определенными, как это сейчас принято говорить, технологиями работы с этими пациентами, да, это, как говорится, безусловно, точно. Кстати, в связи с этим вопрос, сразу, наверное, первый вопрос, я такой вот практически утилитарный, всегда ли нужен эндокринолог для ведения пациента с сахарным диабетом второго типа? Или есть ситуации, мне кажется, что есть, когда терапевт, когда кардиолог, в общем, может заниматься этим пациентом самостоятельно, оставляя эндокринолога для сложных случаев? Ну, понимаете, как бы, это мне напоминает вопрос, как меня иногда спрашивают, а кто должен назначать тероксин беременной женщине с гипотириозом? Понимаете? На самом деле, пациентом с сахарным диабетом должен заниматься тот, кто им умеет заниматься. В большинстве ситуаций, если брать пациентов со вторым типом диабета, это не такая уж какая-то заоблачная задача назначить терапию таблетированными препаратами, хотя бы стартовую, или хотя бы оценить адекватность этой терапии, если к вам попадает этот пациент, потому что здесь, в принципе, все достаточно алгоритмизировано. Поэтому, если врач любой специальности владеет этой информацией, и он, как говорится, принимает какие-то решения, пусть это будет любой врач. Ну, интернист, как правило, все-таки, так сказать, не хирурги в наши дела таблеточные, как говорится, вряд ли полезут. Вот. Поэтому, ну, как бы, да ради бога, берите. Как говорится, лопатой черпайте, дорогие мои. Ну что ж, давайте начнем. Итак, ключевой слайд, здесь еще недостаточно переведенный, но, тем не менее, здесь можно понять, о чем идет речь. Авторы этих рекомендаций, они выделяют три основных сценария, с которыми может столкнуться кардиолог. То есть, понятно, что все-таки к кардиологу приходят люди не совсем здоровые, и, соответственно, чаще всего, и так оно и есть, ко мне приходит пациент с сахарным диабетом, у которого есть либо ишемическая болезнь сердца, ну, аббревиатура АССЗ, мне кажется, уже слух не режет, она появилась несколько лет назад, атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание. То есть, для нас это, как правило, ИБС, ну, и примкнувшая к ней цереброваскулярная болезнь и атеросклероз периферических артерий. Либо это пациент с сердечной недостаточностью, либо это пациент с хронической болезнью почек, либо, что тоже нередко бывает, это какие-то комбинации вот этих трех основных ассоциаций. И для каждой, собственно, для каждой ситуации есть какой-то свой сценарий. Ну, по-моему, картиночка вполне непротиворечивая. Да, класс 1, класс 1, это вот что такое класс 1? Кому удачу класс 2? Да, то есть класс 1, это то, что принято. У нас это с... А, это сердечный достаточный? Да, высокий уровень, да. Это вмешательство с высоким уровнем доказательства. А, это вмешательство с высоким уровнем доказательства. Ну, вот здесь я попытался из большого довольно перечня новых позиций, таких новинок, выделить шесть, наверное, самых, ну, таких самых клинически важных. Первое, это появление новой шкалы стратификации риска. Причем она действительно новая, потому что раньше, по старым рекомендациям, характеристика рисков у пациентов с сахарным диабетом, она была такая вот описательная. Если ИБС, то это всегда высокий, а дальше вот там, кому как кажется, вот тяжелые поражения органов вмешения, не тяжелые. И я как-то так держал всегда в голове, что пациент с сахарным диабетом, это практически всегда пациент как минимум высокого риска. Оказывается, это тоже можно посчитать. И вот, на мой взгляд, система достаточно остроумная, особенно она мне понравилась, когда я нашел уже, он создан, электронный калькулятор. Для того, чтобы это делать не по довольно сложным таблицам, а при помощи программы, это у меня, первый раз у меня это заняло секунд 20. Вторая тема, которая, мне кажется, очень важна и очень интересна для обсуждения, это гликемический контроль, то есть те целевые уровни гликогемоглобина, которые мы должны достичь, потому что то, что предлагают эксперты в этих рекомендациях, это существенно проще, и для меня, во всяком случае, это существенно удобнее, чем то, что есть в эндокринологических рекомендациях и в Ада, и в нашей знаменитой синей книжке. Третья позиция, довольно очевидная, опять же, это приоритет сердечно-сосудистой протекции, в рекомендациях диабетологических огромная таблица, с левой стороны приоритет сердечно-сосудистой, с правой стороны гликемический контроль. Здесь, конечно, рекомендация сделанная с приоритетом сердечно-сосудистой выгоды. Четвертая, достаточно очевидная и, мне кажется, почти такая бесспорная, может быть, даже не требующая обсуждения позиция эскалации гиполепидемической терапии, это то, о чем мы сейчас говорим всегда. Пятое, это, к сожалению, недоступное нам применение фенаринона, которого в России пока нет, но, наверное, когда-нибудь он будет. Ну, и шестое, это скорее такое для кардиологов, не забывайте о том, что у пациентов с диабетом чаще бывает фибрилляция предсердий. Не забудьте подержать его за руку, не забудьте сделать кардиограмму, штука довольно очевидная. Диагностические критерии, они не поменялись, и понятно, что европейские рекомендации для кардиологов это не тот документ, в котором должны быть какие-то изменения в плане диагностических критериев. Хотя я тут недавно узнал, что все-таки мы немножко расходимся в плане определения нормы гликемии. Здесь 5,6 верхняя граница нормы, даже 5,5, а в синей книжке 6, я что-то путаю, где-то шестерка это есть, она меня очень смутила. Я тоже считаю, что 5,6. Вы там смотрите, в какой крови это определяется, так сказать, в плазме венозной и так далее. Я думаю, что не будем на это тратить время, потому что это для отдельной темы по лабораторной диагностике. Критерии оставим прежними, я думаю, давайте дальше пойдем. Хорошо, то есть 7,7 это венозная кровь? Да. Все, 7,7 и больше, измеренная дважды. 6,1, цельнокапиллярная, натощак, как говорится, тоже есть такое, гликированный гемоглобин здесь указан, то есть 6,5. Да. Супер, поехали дальше. Вот она система стратификации риска, ну, как всегда, кардиологи любят вот этот низкий, средний, высокий, очень высокий. Сразу скажу, что не прижилась концепция экстремального риска, вот и наши лепидологи пытались ее внедрить, и время от времени где-то и вне наших публикаций вот эта концепция экстремального риска она фигурировала, но такое впечатление, что европейцы от нее отказались. Во всяком случае, последние полтора-два года экстремальный риск не встречается в наших документах, поэтому остается четырехступенчатая система стратификации риска, которая по большому счету нужна нам для того, чтобы подобрать целевой уровень ЛНП для этого больного. То есть, кроме того, чтобы там его как-то запугать, написать в диагнозе риск очень высокий, прямо очень мотивирует. Вы пишете в диагнозе риски эти? Указываете? Когда, когда, как? Когда, ну, я указываю, когда, как чаще. Но я понимаю, если это не когда пишешь мотивирует пациента, когда в выписке. Но надо сказать, что вот те, кто строго работают в системе ОМС, и там над ними стоит вот проверяющий, значит, с палкой, готовый оштрафовать, то иногда это требует выносить. Что вообще, по-моему, есть и скор, да, по-моему, вот нигде, кроме как в России, не доводят до абсурда саму идею формулировки диагноза. Поэтому иногда очень много времени уходит на наших лекциях, чтобы ответить, как формулировать диагноз. как начальник скажет. У нас здесь, как бы, что сказать, скор 2 диабет, она, в принципе, есть калькуляторы, они есть, да. Вот я предлагаю вообще обсудить такую практическую применимость этой шкалы, то есть еще раз, картиночка, распределение рисков в зависимости от этих баллов по скор 2. Кстати, сама эта таблица, я ее начал искать, когда 25 августа там утром появился этот документ, я его, естественно, скачал, начал его смотреть под микроскопом, уткнулся вот в эту систему скор 2. Думаю, ну где она, где она, где она, я ожидал сейчас такую вот градиентную табличку, нет ее, где же она оказывается, те, кто полезут в первоисточник и будут искать ее на сайте, будут искать ее в тексте рекомендаций, надо скачать еще одну страницу, вернее, не страницу, а еще один документ, который называется приложение. И вот там в приложении будут 3 страницы вот с этими таблицами. Это для мужчин, еще есть такая же для женщин и потом результирующая шкала, под которой надо что-то считать. То есть, конечно, для практического врача вот это абсолютно непременно. А калькулятор они еще не выложили, нет? Калькулятор покажу, я его нашел, я его искал, я его нашел. Ну вообще. Я его нашел, поэтому калькулятор завтра, завтра мы начнем. Начнем считать. То есть, переменных много, но в этом есть определенная польза. Потому что классическая шкала скор, ну что такое, это там полвозраст и давление, холестерин, курение, а здесь еще стаж диабета, вернее, возраст, да, возраст диагностики, курение, давление, холестерин, холестерин, лопы, да, гликогемоглобин и скорость клубочковой фильтрации. Ну, очевидно, что без скорости клубочковой фильтрации... Все логично. Вот. А дальше, опять же, вот не пугайтесь, дальше нужно открыть вот эту таблицу, найти для России, да, вот он, очень высокого, регион очень высокого риска, соответственно, вот ту цифру, которую мы получили здесь, вот взять ее отсюда, значит, и вот... Самое интересное, к чему это в итоге приведет? Конец-то, где? Конец, нет, конец, он вот здесь, то есть вот эта цифра, вот, например, вот я сейчас лучиком показываю, там 23 или 29, вот это десятилетняя вероятность нефатальных и фатальных сердечно-сосудистых остальных. Нет, я не об этом, я говорю это к чему чисто практически, вот я поставлю раз, два, три или четыре, для меня это чисто технически. А вот давайте возвращаться. Потому что, если это никакой разницы, зачем мне мается, то, как говорится, и... По большому счету, вот помимо, что называется, awareness, помимо того, что ты должен знать, что у тебя очень высокий риск, это подбор дозы гиполепидемической терапии. Не, ну я... Потому что вот этому можно меньше, чем 3, этому меньше, чем 2,5, этому меньше, чем 1,8, этому меньше, чем 1,4. То есть, по большому счету, да, можно сказать, что гора родила мышцы. Но это то, что уже было в европейских рекомендациях прошлых. но не было, но не было системы, не было системы... Диабет, диабет. Вот, вот, а, здесь, к сожалению, да, нет этого приложения, но, тем не менее, значит, я тогда как-то, собственно, попытаюсь... почему бы нет. Да, сбросьте, сбросьте нам его. Да, мы его обязательно сбросим, мы его обязательно опубликуем. Это приложение, которое можно скачать под любые системы, вот так вот оно называется, не знаю уж, можно ли это увеличить, ESC, CVD-риск, вот такой вот калькулятор, вот он. EH. Да, значит, Европейское общество кардиологов, ESC, CVD-риск, кардиоваскулярный риск. И там отдельно есть поддиабет. И там отдельно есть вот эта вот шкала SCORE 2 диабет. То есть, все то же самое вводится туда, и дальше все это считает машина. Нет, на мой взгляд, принципиальность использования любой шкалы определяется тем, как это отразится на практике с позиции назначения чего бы то ни было. В данном случае речь идет о назначении статинов. Статинов, либо комбинаций. Или комбинаций. То есть, это в принципе, то есть, грубо говоря, здесь идет заточие, вся вот эта история, она заточена под, по сути дела, гиполепидемическую терапию. По большому счету, да, потому что, естественно, там борьба с курением будет в любом случае. но это, я понял, чисто. По большому счету, это подбор гиполепидемической терапии. И опять же, вот вопрос, то есть, для кардиологов, в общем, ну, вот как мне кажется, эта штука приемлемая, потому что у нас есть эти системы риска, у нас, то есть, система стратификации риска, у нас есть привычка пользоваться калькуляторами. Я, скорее всего, после того, как я нашел этот удобный калькулятор, очень может быть, что я буду это делать. Потому что сплошь и рядом бывает ситуация, когда ты понимаешь, что да, вот перед тобой пациент с диабетом, а действительно, какого он риска? Там, среднего или высокого, или очень высокого? То есть, ему... Тут, знаете, какой вопрос возникает? Он не совсем практический, просто ради интереса. А если взять, посчитать пациента с сахарным диабетом по недиабетическому калькулятору, то он занизит риск, или он его видоизменит? Или что? Он его занизит, и шкала скор 2, она, в принципе, она по правилам игры неприменима к больным с диабетом. ну я понимаю, но если его посчитать, она его занизит. Конечно, конечно, она его потенциально занизит. Вот. Ну вот, Валюционер Ильич, вы в клинике будете использовать этот калькулятор? То есть, вы будете требовать от координатора просчитывать вот эти риски? Я хочу сказать, что как минимум, как минимум, как минимум, дидактический смысл в этом большой. Я имею в виду, что как раз для ординаторов, если даже это будет, ну, условно говоря, они механически это будут просчитывать, то вы понимаете, что это будет иметь большой смысл с точки зрения их врачебных навыков и образования. Они хотя бы будут об этом думать. То есть, понимаете, понимание, что диабет это риски, прежде всего. Да, диабет это риски, и, по сути дела, это дисциплинирует, потому что, ну, грубо говоря, вы, я думаю, что вы, как опытный врач, вы не ошибетесь, когда вы вот все это посмотрите вот так на пациента и скажете, к какому он риску отнесется. Ну, то есть, скорее всего, вы попадете, согласитесь. Ну, что-то, что-то недооцените. Но если вы увидите гипертонию, бывшие, бывшие, социалистические события в анамнезе, сахарный диабет и курильчик, ну, я могу не считать, наверное, и он живет в России. Сердечно-сосудистое событие в анамнезе, вот это сразу, вот тут не надо ничего считать, потому что это автоматически очень высокий риск. Вот перенесенное событие, да, вот гораздо, гораздо менее определенное, это вот какой-нибудь, там, 55-летний гипертоник, там, может быть, курящий, а может быть, и не курящий. Курильщикам тоже все понятно. Курильщикам очень удобно. Ну, то есть, грубо говоря, если хорошо проанализировать вот эту штуку, то получается у нас энная часть пациентов, она просто не потребует этого калькулятора, они автоматом попадут сюда. То есть, это кто? Это уже имеющий диагноз, то есть, это уже нечто... уже имеющий диагноз ИБС, в том числе, уже перенесший инфаркт миокарда, уже перенесший инсульт, уже перенесший ревоскулиризацию артериальную, там, любого бассейна. Все, это автоматически. А гипертензия, да, гипертензия нет. А, гипертензия, это до некоторой степени мы дефицитировали. Ну, то есть, мы отбрасываем хотя бы, как минимум, пациентов с уже имеющимися объективными данными за поражение атеросклеротическое или его уже, как говорится, final, конечные точки. Если, да, то уже здесь есть... Поскольку, вот, калькулятор, у нас они появились давно, там, я имею в виду не диабет, а вот, в принципе, скор 2, и, конечно, мы можем там сколько угодно про это рассказывать на лекции, но, признаюсь честно, не у всех пациентов я их считаю. и впечатление, что когда мы их не считаем, то мы зачастую недооцениваем риски. То есть, когда ты начинаешь вот у этого пациента, ну, вроде бы, ну, что такого? Ты начинаешь, заставляешь себя это считать, и иногда расчетные риски оказываются... Я об этом не говорю. Я и говорю, что здесь момент еще есть дидактически хороший, потому что, если человек начинает это считать, он, по крайней мере, как вы понимаете, он смотрит на каждую цифру, и пока он ее переносит вот в эту вот штуку, соответственно, здесь он об этом задумывается, потому что на бегу за пять минут и так далее, или вот, а, что там, эти карты, история болезни, вот это, понимаете, все это. В этом плане, еще раз говорю, что это элемент дисциплинизации какой-то некой, а уже для ординаторов это, мне кажется, вообще хорошая игрушка. Дорогие коллеги, я совершенно забыл сказать, в начале, но скажу сейчас, что мы с Валентином Викторовичем работаем в прямом эфире, а значит, вы можете в любой момент задать нам вопросы, и в конце программы мы... Да, 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 и, кстати, вот что-то мы видите, мы сразу, заметьте, это как бы два человека с личностной деформацией, потому что мы давно преподаем, и, понимаете, мы рано или поздно начинаем скатываться на какие-то процессы, на какие-то процессы, а вот как ординаторы, а как там студенты, поэтому не обращайте внимания, у нас это немножко есть элемент контузии, продолжительностью несколько десятилетий в отношении преподавания медицины в первом медицинском на кафедре, соответственно, внутренних болезней эндокринологии, которые, кстати, раньше когда-то были одной кафедрой. До 1988 года, это же я помню. Да, да, да. Ну, вернее, я не помню, когда они были вместе, но историю знаю. Следующий вопрос, кстати, очень практический, уже совершенно не теоретический, не дидактический, абсолютно практический, он касается как раз гликемического контроля. То есть терапевты, кардиологи, они знают о существовании вот этой большой таблички, которая кочует из эндокринологических рекомендаций в эндокринологические рекомендации, где, собственно, интенсивность снижения гликемии по гликогемоглобину определяется, во-первых, возрастом пациента, во-вторых, его коморбидностью, и понятно, что в основе положена парадигма «не допусти гипогликемию», что в те времена, насколько я понимаю, когда создавались эти таблички, это времена исследований АКОРД, значительная часть терапии сахарного диабета второго типа, это было помимо метформина, препараты сульфанилмочевины и инсулины, соответственно, которые могли вызвать гипогликемию, и это мы очень хорошо помним. И, собственно, как раз эпоха вот этих препаратов, которые вызывают гипогликемию, на которую пришлось мое обучение, мое начало работы, это была эпоха, когда мы, в общем, боялись лечить самостоятельно сахарный диабет. Мы могли дрожащей рукой дать метформин и дальше быстренько отправить к эндокринологу. Но сегодня ситуация меняется, мы получаем целый набор, целую, так сказать, палитру препаратов, которые гипогликемию не вызывают, и, соответственно, возникает вопрос, если мы, кардиологи, терапевты, работаем преимущественно препаратами, не вызывающими гипогликемию, то, наверное, мы имеем право добиваться более строгого гликемического контроля. Ну и, собственно, здесь как раз рекомендации об этом и говорят, что если вы планируете, что пациент у вас еще сколько-то поживет, а наши пациенты все-таки чаще всего имеют прогноз благоприятный, то поставьте цель меньше 7, избегайте гипогликемии и работайте спокойно. Если у пациента ожидаемая продолжительность жизни невелика, то здесь я перевел как либеральный, нравится мне это слово, гликемический контроль, в оригинале было написано relaxed, расслабленный гликемический контроль. Как вам эта идея? Для меня она удобная. Я хочу сказать, смотрите, очень важный момент, кстати, философский. Цель лечения нельзя отделять от средств, которыми мы лечим. понимаете, как бы, да, то есть, вот эти вещи, кстати, недоказанные. То есть, смотрите, разделение целей и средств, это что значит? Вы, кстати, уже две трети того, о чем я хочу сказать, уже упомянули. Конец 20 века, по сути дела, исследования, целая серия, включая там аккорд, доказано, что жесткий гликемический контроль, он не сопровождается снижением сердечно-сосудистого риска, и более того, гипогликемии сопровождаются его повышением. Но здесь возникает вопрос, как бы, это определялось, это определял собственно гликемический контроль, либо те препараты, которыми он достигался, да, вот цель и средства, то есть, по сути дела, понимаете, как бы, на сегодняшний день, вот представьте себе, ладно, чтобы не было абстрактно, берем пациентку 80+, с сердечно-сосудистыми событиями, высокого сердечно-сосудистого риска, да, и в соответствии с рекомендацией, мы должны ей установить некий целевой уровень гликированного гемоглобина. Ну, хорошо, напишем меньше 8,5, но, если я, как вы говорите, назначу препараты, а можно назначить 4 препарата одновременно, которые не вызывают риск гипогликемии, ну, хорошо, у нее будет гликированный гемоглобин 6,2, у этой пациентки, да, это как-то опасно, это страшно, гипогликемии у нее не будет, да, вот, как бы, почему, почему, почему у нее не достигать этого контроля? В доказательной медицине ответа на этот вопрос не существует, но, надо всегда помнить, что, когда начинают изображаться подобного рода картины, которые все время намекают на то, что не надо, надо либерально, надо это, либерально, либерально, они исходят из данных о том, что они касаются назначения препаратов, которые потенциально вызывают гипогликемию, то есть, здесь я бы написал, что не надо этого назначать, да, соответственно, если вы назначаете препараты его не вызывающие, то, по сути дела, в общем, вы можете его достигать, понимаете, потому что обычно доктора еще мыслят с обратной стороны, они говорят, о, у вас целевой 8, а мы сделали 6, какой ужас, ужас вообще, не дай бог, она же, как говорится, ничего с ней не станет, если не будет гипогликемии, в этом фишка, но здесь вот, relaxed, кстати, очень хорошее слово, и либеральный ваш перевод, он прекрасен, потому что, в современном мире, если мы таки назначаем человеку уже препараты, которые не вызывают гипогликемию, то речь идет о чем? Речь идет о том, что можно немножко релакс, тот компонент, который вызывает очень сильную нагрузку на пациента, это самоконтроль, то есть не надо ситуацию с самоконтролем доводить до абсурда, то есть многие пациенты у нас на таблетках каждый день меряют сахар, это вызывает определенного рода зависимость, это как бы вызывает кучу вопросов, это вызывает какой-то невротизацию, то есть мы в принципе здесь можем расслабиться и сказать, что ну вот, да, вот такая терапия, и контролировать там условно говоря каждую неделю не надо, то есть вот живите себе вот на этой терапии, давайте придете через три месяца, гликированный посмотрим, ну сахарочек перед тем, как прийти к нам на прием, мы померяем, ну хорошо, ладно, раз в неделю натощак, ну вот видите, тут еще вот этот момент релакса еще есть в отношении диабета, то есть как бы в принципе не напрягайтесь, да, то что касается самого гликированного, вот здесь, понимаете, это очень условная вещь, я докторов призываю не воспринимать это вот так вот, вот как бы знаете, вот напрямую, да, как это, заказали Versace, я понял это за слово, понял это слишком дословно, значит, то есть семерка, она всегда была семеркой, потому что нет доказательств, что меньше семи даст какие-то профиты в плане сердечно-сосудистой истории, да, но я опять же говорю, если взять, допустим, пациентов с высоким, вот кстати, простое исследование супер, взять пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, назначить им препараты, которые не вызывают гипогликемию, сделать им гликированный меньше 6,5, и сравнить сердечно-сосудистый риск с теми, у кого он на этих же препаратах, не вызывающих гипогликемию, он у них, условно говоря, там 8. Я не знаю, кто здесь, то, что называется, что здесь будет, понимаете? Ну вот действительно, мы здесь подошли к очень такой вот странной коллизии, которая действительно пока с точки зрения доказательной медицины не разрешена, то есть все равно ли чем снижать глюкозу? Очевидно, нет. Вот у нас такая же штука есть, вот все равно ли чем снижать давление? То есть есть, ну тоже вот есть два соображения, вот можно снижать давление чем угодно, там хоть клофелином, главное, что ты достиг нормотензии, ты молодец, либо все-таки вот снижай давление, но при этом там ингибиторами АПЭПа, я еще раз говорю, что если рассуждать с точки зрения такой общей патологии, с точки зрения вообще философии, то невозможно разделить цель от того, чем она достигается, какими средствами, понимаете? Как это? Все средства хороши, концепция, да? Нет, на безрыбье и рак рыба, но это другая поговорка, да, помните, как это? То есть, если нечем, то да, вот мы будем это делать, что есть под рукой, но, еще, кстати, одна важная вещь, я хочу сказать, я не знаю, как у вас в кардиологии, но вот если брать исследования, которые сделаны в диабетологии, то в принципе, они в основном оперируют пациентами какого-то усредненного возраста, то есть, это 60-65 лет, то есть, там нету пациентов, грубо говоря, или минимальное количество пациентов пожилого возраста, там за 75, вот что, что есть диабет в этом возрасте, так сказать, вы понимаете, на это тоже нету, потому что это, как правило, примеси, а мы экстраполируем те данные, которые получаем на вот этом возрасте, там вокруг 60, на тех, кому вокруг 80, понимаете, тут тоже фишка есть интересная, поэтому возраст важен, если это работает. Давайте двинемся дальше. Здесь попытка представить такими крупными мазками, скажем так, стартовые препараты в зависимости от риска, то есть, рекомендации говорят нам, если это пациент низкого среднего риска, то ты можешь как встать, назначать метформин, потому что, строго говоря, все преимущества глифлозинов и АГПП-1, они показаны для пациента с высоким риском или множественными факторами риска, либо ишемической болезнью сердца. И чем выше риск, тем больше аргументов для старта с глифлозинов или АГПП-1. То есть, опять же, в комбинации с метформином. Да. И вот, наверное, это ключевая картиночка, это тот сценарий, с которым нам чаще всего приходится работать. То есть, пациент на приеме у кардиолога, пациент с сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца. Ну, нынешняя ишемическая болезнь сердца, это, как правило, не стенокардия, это либо перенесенный инфаркт миокарда, либо перенесенная ревоскулиризация. Первая строка, это АГПП-1, которых сейчас в России практически нет, или глифлозины. То есть, то, с чего мы должны начинать. А дальше, если нам нужна дополнительная терапия, она чаще всего нужна, то это либо метформин, либо пиоглитозон. Здесь, мне кажется, произошел, наконец, вот этот ренессанс пиоглитозона, который где-то все время фигурировал там как-то в запасниках. И я даже тут выяснил, что практически мало кто из кардиологов про него знает. Ну, вот первый вопрос, который у меня возник в связи с этой схемой, даже пока сейчас не пропил глифлозон. Например, пришел ко мне пациент с... Это круто. Как это? Это круто. Это революционно. Это, да, как это? Знаете, гениально. Пришел ко мне пациент с ишемической болезнью сердца и нетяжелым сахарным диабетом, получающий метформин. Причем он достигает своего там целевого гликогемоглобина, у него хорошая сахара. Внимание, вопрос. Должен ли я ему отменить метформин и заменить ли его на, скажем, глифлозин, на препарат из группы глифлозинов, или же я должен скомбинировать, опять же, понимая, что я не сделаю ничего плохого, я не вызову гипогликемию, и добавить ему глифлозин просто для улучшения сердечно-сосудистого прогноза, или от добра добра не ищут, в конце концов, оставить как есть? Ну, значит, первое, что я скажу, это круто, я имею в виду здесь, потому что здесь фактически первое, как говорится, первое, по сути, ласточка, не ласточка, а первый в принципе документ, в котором метформин снят с постамента первой таблетки, то, что называется, да, он стал не первой таблеткой. Это, кстати, это серьезно, интересно, и это тенденция, реализованная впервые, да, то есть здесь четко у пациента с имеющимся сердечно-сосудистым заболеванием получается, мы должны назначить или-или, да, вот, но я возвращаюсь к вашему вопросу в отношении метформин, но это схема, да, вы понимаете, это вот некая, как бы, это некая такая метафизическая история, в которой расставляются акценты, на мой взгляд, вот как я бы относился к этой схеме, вот акцент расставлен таким образом, что метформин стал опускаться вниз, да. Причем классно, здесь же вот 4 кластера, то есть сначала то, что очевидно приносит пользу, второе, то, что может быть приносит пользу, третье, то, что хотя бы не вредит, и четвертое, лучше изменится. Метформин, его доказательная база, она, естественно, касается древнего исследования, в которое входили пациенты с первые выявленным диабетом, это раз, и плюс они еще и не получали ни статинов, и они получали там Адельфан в 80-х годах, поэтому у него нет доказательности в отношении пациентов с имеющимся сердечно-сосудистым риском, либо они, либо эта доказательность, она, ну, как бы явно не исходит из рандомизированных проспективных исследований. Либо большие же обсервационные исследования, регистры. Ну, это не того уровня доказательность, которая есть, допустим, да, у тех же препаратов, которые выше поднялись, то есть это очень круто с точки зрения, вот, поэтому я бы, в принципе, вы понимаете, как бы, как я думаю, что как и все врачи, мы к схемам относимся весьма, так сказать, да, как говорится, по-разному, так сказать, врачи практически видят в этом прямой, так сказать, вот, да, вот он, вот она путевка в жизнь, да, понимаете, как бы, вот она вот так действует, вот для меня эта схема, это я еще раз говорю, что это некая энергетическая такая аранжировка препаратов, да, то есть как я поступлю вот с этим пациентом, ну, я, наверное, не буду ему отменять этот метформин, он, грубо говоря, хлеба не просит, тем более, вы понимаете, как бы обычно метформин еще удобен тем, что он нормализует гликемию натощак, тут есть масса моментов в работе с пациентом, вот я замечу вам, что бы мы ни говорили про сахар, но уровень глюкозы и уровень того, что мы определяем у пациента в кровушке, понимаете, это точка взаимодействия врача и пациента, вот так или иначе, хочешь не хочешь, ну, понимаете, вот если ему вот этим трясти, этой доказательностью, он просто не поймет, даже так могу сказать, то есть это точка взаимодействия И, кстати, точка контроля Потому что он придет измерять сахар Он будет его мерить и так далее То есть это как точка взаимодействия артериального давления Даже может быть, скажем так, нет, чуть по-другому все-таки Но здесь, я еще раз говорю, давайте метафизически воспринимать энергию, которая исходит отсюда И так ранжировка поменялась На мой взгляд, для меня это выглядит именно так Как я поступлю в отношении этого пациента Но если это 15 препаратов И это как бы и метформин, и это, и это, и это, и это Еще какой-то инсулин на ночь Нет, без инсулина Ну хорошо, без инсулина Если это как бы ситуация близкая к полипрагмазии уже Больной после инфаркта Аспирин, статин, ингибитор АПФ, бета-блокаторы Я здесь вижу критичность метформина Я, пожалуй, его оставлю, если Ну вот так вот могу ответить Я не знаю Пациент может за него просто быть это самое И он может верить в него, как в манну небесную Это первое Второе, в принципе Если я уберу метформин Может разбалансироваться тощаковая гликемия Вот этот момент еще надо учитывать Я, наверное, если она подскочит, то я его верну С этой точкой зрения Чисто на практическом уровне Потом метформин, вы понимаете, но он хлеба не просит Потому что он препарат, если он не вызывает там диареи То, в общем, это препарат, который, как говорится, да Как считаете, что это наполнитель Но он безопасный, он дешевый Опять же, есть фиксированные комбинации Есть фиксированные комбинации Ну, то есть, как бы Я бы не переводил вот эту схему в разряд того, не буду ли я отменять метформин Для меня принципиально, что вот здесь изменилось Грубо говоря, вот на доске, да, на шахматной Поменялась серьезно расстановка сил То есть, как говорится, мы уже в дебюте получаем некую другую историю Хорошо, но глифлозин мы добавим такому пациенту Именно с точки зрения улучшения прогноза Нет, я считаю, конечно Потому что получается, что у нас есть препараты, которые улучшают прогноз Значит, почему мы их не должны использовать То есть, каково, грубо говоря, каково оправдание неиспользования препаратов, имеющих улучшающих прогноз Смотрите, какая классная штука Вот фактически мы сейчас подходим к тому, что мы имеем уже очень давно в лечении сердечной недостаточности Где есть вот эти четкие опорные точки Вот какое бы там ни было низкое давление Ты все равно обязан попробовать дать больному ингибитор АПФ, потому что это улучшит прогноз Это вы нас научили этому, дорогие мои Это точно вы Я хочу сказать, что в целом, понимаете, если у пациента, на мой взгляд, уже есть манифестный Я все время привожу в качестве аргумента рекомендации по лечению артериальной гипертензии Говорю об этом, когда мы обсуждаем лечение диабета Я считаю, что, в принципе, логично, исходя из патогенеза заболевания, назначение сразу нескольких сахароснижающих препаратов Так же, как и в случае артериальной гипертензии Если у нас есть заболевание, патогенез которого он, там много компонентов Почему мы действуем на один только? У меня вопрос Я как вот это, да, я как человек, которого учили там ряд уже, как говорится, да, так сказать, академик саркиисов с общей патологией Многие другие, понимаете, меня, вот если смотреть в корень и говорить о том, что наше лечение должно быть этиотропно Или хотя бы патогенетично, то, в общем, несколько препаратов сразу Но это мощная перестановка на доске Очень мощная Впервые метформин, никто на него не покушается Его как сгружали вагонами, которые едут по Транссибу, понимаете, из Китая Так и будут они ехать, эти вагоны Но акцент, видите, очень крутой И вторая, конечно, интересная позиция Это такая вот реанимация фактически пиоглитозона Который был всегда где-то там в тени, трагической тени роси глитозона И одно время его просто не было Сейчас он в России появился в фиксированной комбинации с алоглептином Правда, не в чистом виде Вот, ну, я думаю, что подробно мы сейчас на нем не будем останавливаться Это тема отдельного разговора У него уже есть, у него, кстати, в отличие от метформина У которого древняя доказательная база 80-х годов У пиота, да, база уже доказательная 21-го века То есть, как бы, там можно дискутировать над какими-то моментами Но, собственно говоря, это исследование уже, проектив, это исследование Это уже 21-й век Ну что ж, давайте двинемся дальше И здесь, наверное, вот этот слайд, он великих комментариев не требует Естественно, где ишемическая болезнь сердца, там и антитромботические препараты И здесь мы, конечно, вспомним, что пациенты с сахарным диабетом С точки зрения кардиолога Это всегда пациенты исходно более высокого риска Сейчас в кардиологии, вот сейчас вышли параллельные рекомендации По острому коронарному синдрому И там масса разных, очень интересные, причудливые такие картиночки Возможности ослабления антитромбоцитарной терапии Потому что у нас же там тоже есть своя священная корова Двойная антитромбоцитарная терапия И последние годы мы пытаемся смотреть там А можно ли ее как-то так вот ослабить Если у пациента высокий риск кровотечения Но наличие сахарного диабета Это всегда более высокий базовый риск атеротромбоза Поэтому здесь, конечно, об ослаблении терапии речи не идет И здесь скорее может пойти разговор о том Что после реваскулиризации, после острого коронарного синдрома Двойная антитромбоцитарная терапия может продолжаться не 12 месяцев А до 3 лет Про это тоже не нужно забывать Но это, опять же, резервные, это дополнительные варианты Здесь, в принципе, ничего принципиально нового не появилось Картиночка такая очень складная и непротиворечивая Следующая схема, следующий сценарий Это сахарный диабет с сердечной недостаточностью Ожидаемая история С ингибиторами SGLT-2 Здесь уже кардиологи так просто Они говорят, что ты уже обязан назначить Причем SGLT-2 А дальше добавь что-нибудь еще Да, они вошли в рекомендации уже теперь и для пациентов с промежуточной С сердечной недостаточностью с промежуточной фракцией выброса И с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса У нас сейчас параллельно был представлен еще один маленький документ Это такая заплаточка, называется фокусное обновление рекомендаций по СН Который, собственно, был сделан ради того, чтобы вычертить Две планшетки, два рисунка Которые как раз направлены на фиксацию SGLT-2 Во все типы сердечной недостаточности Ну, дальше, наверное, вопрос А что делать поверх глифлозинов То есть действительно все равно До чего дотянешься? До АГПП-1 не дотянемся До ДПП-4, метформин, инсулины Ну, вы понимаете, дело в том, что Как вам сказать, я даже не знаю, с чем провести параллель Дело в том, что у этих препаратов У них, как бы даже если отбросить вопросы гипогликемии Там на инсулине потенциально развивающейся Кстати, сульфанилмочевины вообще нет, а инсулин есть, интересно Вот, то есть сульфанилмочевины, в принципе, назначать не рекомендуют Да, получается Фактически, да Но здесь момент какой Просто эти сахароснижающие препараты Они имеют чуть-чуть разный Разный профиль активности сахароснижающей Да, то есть, по сути дела, выбор еще этим может определяться Потому что Вопрос Стаж диабета Метформин это преимущественно тыщаковый сахар Ситалина, то есть ДПП-4 Это преимущественно постпрандиальные препараты Органисты ГПП-1 Ну, они разные есть тоже, да То есть есть препараты, действующие за счет Так сказать, короткие препараты, да Действующие там, допустим Преимущественно за счет нарушения Опорожнения желудка И препараты, так сказать, да Действующие за счет стимуляции инсулина То есть здесь Еще и момент Я опять же говорю, что чем он может определяться И, кстати, совершенно непонятно порой, что выстрелит Пока ты не попробуешь чисто эмпирически Но Они чуть-чуть по-разному снижают сахар Разный сахар, да Разный сахар в разное время Потому что Диабет это все-таки, так сказать, зависимое Прондиально зависимое заболевание еще к тому же И здесь без эндокринолога мы не справились Ну, слушайте Не преувеличивайте это Просто здесь, понимаете, момент Я бы сказал, что Да занимайтесь этим Другой вопрос, есть ли у вас на это время Как бы при нынешнем дефиците врачей Загружать еще Как говорится, сообщать кому-то радостно Что вот теперь еще и диабетом занимаетесь Мы не против Ну, я думаю, что врачам, так сказать Терапевтам и так есть чем заняться Понимаете И как бы Здесь чисто в этом, кажется, вопрос А научиться вот это вот все делать Ну, можно, так сказать, за полгода-то Мы же учим ординаторов-то, понимаете Нет здесь какой-то сверх Какой-то Сверх что-то такое сложное Но здесь разные, потому что Я еще раз говорю, что это может определяться разными Диабет разный Полный, так сказать, да Допустим, ожирение, кстати, иногда, так сказать Выраженное ожирение Либо, наоборот, худое Понимаете, здесь есть моменты Которые еще вмешиваются Но здесь, замечу Здесь нет сульфаниломочевины То есть, если этому верить Мы не должны сульфаниломочевину Вообще назначать пациентов с хронической речной недостаточностью Ну, я, честно говоря, не знаю Я тоже обратил на это внимание Ну, вот что нарисовано Надо еще, конечно Нет, ну, дело в чем Против инсулина невозможно возразить Потому что будут пациенты Которым уже никак без инсулина не обойтись То есть, инсулин не обойти Вот даже никак А сульфаниломочевину потенциально обойти можно То есть, понимаете, почему убрали? Потому что гипокликемия вызывает И, в общем, как бы Вопрос, а зачем? Давайте назначим что-то еще, все остальное И так далее А если уж нет, то, в общем и целом Длинный инсулин Потому что, ну, условно говоря Когда это какая-то терапия отчаяния Вы вот уже все сделали Не можете нормализовать сахар И тут вот давайте мы назначим сульфаниломочевину Здесь, ну, скажем так Шанс успеха есть, конечно Безусловно, есть И сказать, что я не назначаю сульфаниломочевину Назначаю, конечно Но, как бы, они исходят из чего? Что, в общем, ну, уже понятно Тогда это вопрос Ну, хорошо, год пройдет Ну, что такое год? Полгода пройдет И будет все равно инсулин То есть, вот как бы так к этому относятся, видимо То есть, ну, пациенты с сердечной недостаточностью Они все-таки, наверное, больше подвержены гипогликемии Да, то есть, там, варианты Я имею в виду на фоне сульфаниломочевины Ну, видимо, вот это соображение Да я бы не... Все зависит от того, какая сердечная недостаточность Кстати, к вопросу о сердечной недостаточности Здесь предлагается скринировать пробиемпита Или не надо этого делать? Ну, скринировать этот... Я уже слышал тут мнение, что вот если пациент с диабетом второго типа Давайте-ка смотреть этот пробиемпи всем Еще в динамике отслеживать его Нет? Ну, смотреть всем все-таки в определении сердечной недостаточности В определении сердечной недостаточности Первая строчка это клиническая картина Да Поэтому, да, если пациент, допустим, с одышкой Непонятного генеза Да, вот тогда у него есть показания к определению бедности Ну, одышка, это вот у меня на шестой этаж он поднялся Он задыхает Это я что, до? Шестой этаж это все-таки такая одышка Все-таки физиологическая Кстати, параллельно, просто я слежу за временем Мы, конечно, сегодня не будем это обсуждать Но параллельно на ESC было потрясающее исследование по семаглютиду у пациентов с сердечной недостаточностью сохраненной фракции выброса Вот там как раз тоже очень интересный вопрос Вот этот человек с сохраненной фракцией выброса Он чего задыхается? Из-за сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса или из-за ожирения? Интересная история Ну и, наконец, последняя строчка, которая тоже, конечно, заслуживает внимания Это запрет на применение пиоглитозона и саксоглептина Ну, не запрет, не рекомендованный Ну, фактически, ну, наверное, фактически это противопоказание Если, опять же, ставить себя на позиции человека, который работает под дамокловым мечом страховых компаний, инструкций, экспертов, то фактически... Ну, фактически, как бы, если вы готовы, как говорится, за это пойти на плаху То тут не написано, что вас расстреляют, вас, может, выслушают Если вы аргументируете, то вас не казнят Ну, что ж, и третий сценарий, заключительный сценарий Это сахароснижающая терапия у пациентов с сахарным диабетом и хронической болезнью почек Какая же, про хроническую болезнь почек мы говорим очень много И, к сожалению... Вот я думаю, что, кстати, эндокринологи, они наверняка ставят этот диагноз чаще Потому что, ну, есть культура определения скорости клубочковой фильтрации Есть культура определения альбуминурии Помню, когда там лет 20 назад начинали говорить об альбуминурии И какой-то конференции зарубежной показывали слайд Кто смотрит альбуминурию? Первые, там, диабетологи И, там, вот столечко кардиологи Ну, да Ну, здесь очевидно, видите, здесь ингибиторы из ЖЛТ-2 Кстати, я хочу сказать, что в целом Поскольку это кардиологи, да, вот, заметьте, тоже Здесь очевидно, вот, ну, как бы, два препарата кардиопротективных группы Да, агонисты ГПП-1 из ЖЛТ-2 Вот тут вот видно вообще везде некий Вот если между ними, то здесь очевидно видно Кардиологов, некий какой-то такой вот свич Некий такой вот, как говорится, небольшой боковой занос в сторону Небольшой, весьма ингибиторов ЖЛТ-2 Потому что, да, хотя, вы понимаете Ну, не буду об этом говорить Здесь четко доказательно выстроено все Поэтому, ну, здесь это вообще не вызывает сомнений, ХБП Ну, я позволю себе напомнить, что, все-таки, вот, первая строчка, да Статин ингибитор АПФ-БРА Ну, понятно, нефропротекция блокаторов ренино-ангиотензиновой системы Это вещь хорошо известная Но здесь есть смысл напомнить, что статина, особенно торвостатина Это тоже нефропротекторы В принципе, хроническая болезнь почек Это, ну, до некоторой степени, это независимое показание к назначению статинов Почему именно торво? Это исследование ПЛЕНЕТ Где лоб в лоб сталкивали оторво и розового статины А торвостатин оказался более нефропротективным Ну, и, конечно, вот, беда наша Это отсутствие в России феноренона То есть он должен был бы быть зарегистрированным Но, вот, увы, по-видимому, его эффектное появление откладывается Хотя доказательная база, она великолепная Исследование Фиделио, исследование Фигаро И, конечно, сейчас хроническую болезнь почек лечить без феноренона Это уже считается не совсем правильным Но у нас опыта нет применения Даже никто его не привозил Ну, я думаю, мы как-нибудь встретимся, когда в следующий раз Он уже появится Я даже оптимист в этом плане Поэтому, да Так Трудно, тут даже нет комментариев Здесь вроде как все логично Ну, вот, такое впечатление, что мы завершили наш круг И настало время ответить на вопросы Обещали, что после этой таблички появятся вопросы Потому что они просто не могут Просто не могут не быть Но, в целом, пока мы ждем вопросов Валентин Викторович, как вам этот документ? Ну, этот документ интересен Сразу бросаются в глаза две вещи Такие Во-первых, это калькулятор И скор ту Ну, так сказать, диабетическая шкала Для которой уже есть, по сути дела Да, можно ее считать Это первое, что интересно весьма И это, конечно, хочется попробовать уже завтра Вот прямо сейчас, если вы мне скинете эту, как говорится, ссылку То я поставлю и завтра же начну экспериментировать Во-вторых, вот, понимаете, как бы я хочу сказать Что важный момент, что это кардиологи То есть это, в принципе, ну, я хочу сказать Что это взгляд чуть-чуть и чуть-чуть со стороны То есть здесь нет вот этой заезженности диабетом Да, и здесь взгляд просто на прогноз сердечно-сосудистый Фактически, да, со стороны вот этих людей Которые бесконечно не перемалывают в голове кашу Связанную с сахароснижающими эффектами С этим всем, понимаете Вот это, знаете, как бы Когда этого в голове очень много Оно немножко давлеет Вот взгляд людей, которые смотрят чисто на прогноз В данном случае Без какого-либо предвзятого То есть, как бы, да, априорного знания Порой мусорного Вот этот взгляд такой И здесь, конечно, фишка, касающаяся смещения метформина У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Да, ну, как бы смещение вот этого, да Смещение приоритетов Это ни в коей мере не умаляет метформина Но мы, в принципе, об этом говорили Мы говорили, что его доказательная база Она касается того-то и того-то Но, тем не менее, в силу того, что дешево Безопасно и, как говорится, и сердит Это ладно, окей Он на первом месте Здесь, в данном случае Когда люди объективно говорят То, в общем, да Потому что мы его так любим страстно Что не можем ему, вот знаете, как говорится Любишь вопреки Любишь вопреки Но здесь, видите, сдвинуто это И я считаю, что очень интересный документ Для нас поучительный Так сказать, совершенно трезвый И, как говорится, без каких-либо, знаете Вот, а если я так, а если я эдак Но я, опять же, призываю, что схему нужно анализировать Чисто вот для меня это энергетика Да, вот это поменялось Этот стал выше Он приоритетен Для меня это да Потом я это буду, соответственно Так сказать, как-то экстраполировать В отношении какого-то конкретного пациента Давайте на вопросы ответим Четыре минуты эфира у нас осталось Первый замечательный вопрос С которого мы начали фактически Когда кардиолог обязательно должен Подключить эндокринолога К ведению пациента Ну, вы знаете, вопрос совершенно Вопрос, когда он сочтет нужным Понимаете? И когда у него есть такая возможность Нету таких пунктов, которые, знаете Это пять пунктов Молотова-Рыкова Где иначе расстрел будет Если я не подключу Если я, как говорится, кардиолог, умный врач Он всегда поймет, где его предел, его компетенции У всех он разный, понимаете? Он разный у вас, у меня У этого кардиолога, у этого эндокринолога Когда вы понимаете, что вам нужен еще и специалист Я звоню и прошу посмотреть Вот как я сказал бы Ну, если бы я отвечал на этот вопрос То в той ситуации, когда нужна инсулинотерапия Инсулинотерапия, потому что Я искренне признаю, что инсулинотерапия Вы владеете, условно говоря, какими-то вещами, навыками У вас как бы вот эта граница, когда вы уже Вам кажется, что хочется кого-то, чтобы кто-то другой Она одна Другой вообще не захочет лезть в это во все Даже просто в сахароснижающую терапию Как вы сказали, назначить метформин и вся любовь Поэтому вопрос, поверьте Какие есть рекомендации по профилактической вакцинации у пациентов с сахарным диабетом? Давайте пропустим, иначе мы с ума сойдем Время 2 минуты Вот давайте лучше дальше Вспомним для хроников, да, грипп, пневмококковый инфект Да, да, да Как часто контролируют Раз в три месяца в соответствии с рекомендациями Я хочу сказать, что, вы знаете, вот если будет выполняться Хотя бы эта одна рекомендация для пациентов с диабетом То все остальное, вот если бы вот на одну чашу весов положить Вот это контроль раз в три месяца И вот потом все, что написано про выбор сахароснировающего препарата На другую часть весов То я бы выбрал это Потому что, понимаете, как бы Вот это первично А как бы все остальное Оно, как оказывается в жизни, оно вторично Потому что все вот наши рассуждения Вот какие бы мы не выстраивали схемы Последние европейские Если вы будете у этого пациента раз в год Или в два контролировать гликированный Все это можно выкинуть на помойку Потому что вот та схема, о которой мы говорили, она подразумевает, что мы пациента наблюдаем Если мы его не наблюдаем, эта схема вообще, она не нужна Вообще ноль, не сработает И ничего не реализуется И никакие риски не снизятся Приведение пациента с острым коронарным синдромом, с сопутствующим диабетом Что необходимо проконтролировать? Это вам вопрос ОКС, это вам Собственно, все, что мы даже немножко... Я думаю, что здесь даже нет никакой специфики Сахар контролировать с нашей стороны Тоже острая ситуация Понятно, что нужны, так сказать, негликированный гемоглобин Нужны сахара И, как говорится, это все прописано Кстати, на острой ситуации все прописанное есть Да, мне кажется Все здесь хорошо написано Что ж, дорогие коллеги Одна минута Да, наш аппарат, наверное, написал, что вопросов больше нет Ну, мне кажется, мы сэкономили одну минуту И это замечательно Потому что, как говорится, долго не кончается Я предлагаю, что эту минуту мы потратим на анонс Потому что мы заявили Кардиоэндокринология Поэтому, как говорится, не думайте, что мы будем говорить только про диабет Как вы привыкли Когда эндокринолог и, так сказать, кардиолог Обязательно начнут говорить про диабет У нас в планах говорить про многие проблемы Я еще раз хочу сказать Что сердечно-сосудистый риск Он является ключевым ориентиром В показаниях многочисленным вариантом То есть, ориентиром в лечении многих заболеваний И то, что мы планировали обсуждать Это гипотиреоз, стереотоксикоз Это андрогенный возрастной дефицит И его риски Менопаузальная заместительная терапия Эстрогенами и сердечно-сосудистые риски То есть, мы, как говорится, не будем уходить в сахарный диабет Хотя, в общем, в нем сидеть нам с Антоном Владимировичем особенно комфортно Мы тут, как говорится, уже давно сидим Как говорилось в этом Ну, то есть, наши дальнейшие передачи Мы запланировали много, я так понимаю Много запланировали И мы очень надеемся, что нашим планам суждено сбыться Но после сегодняшнего дебюта я уже в этом не сомневаюсь Поэтому впереди будет очень много интересного, я надеюсь Спасибо большое, Валентин Викторович Спасибо большое, дорогие коллеги До встречи